Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смолин. Допустим, вы не по сильным трудам накопили определенную сумму денег и приобрели бюджетную квартиру от застройщика без отделки. Мы находимся в двухкомнатной квартире, общая площадь, включая лоджию, 53 квадратных метра, стоимость 2 миллиона 100 тысяч. После того, когда вы осмотрели свою квартиру, и чтобы платить все ваши хотелки в жизнь, вы вдруг обнаружили неприятные сюрпризы от застройщика. Не надо впадать в отчаяние, надо успокоиться, все взвесить, продумать и найти пути решения. Безвыходных ситуаций не бывает. Мы находимся в помещении кухни данной квартиры, а вот так выглядел вход в вентиляционную шахту от застройщика. А по тех заданию заказчика необходимо было организовать естественную вентиляцию помещения кухни и проложить вент-канал до вытяжки. Прежде всего, мы демонтировали перегородки, отделяющие кухню от ванны с туалетом. И в результате демонтажа, когда демонтировали вот этот куб, определили, что вент-шахта выполнена из оцинкованного металла, снаружи обшита гипсокартоном, такой куб такой здесь был, и слой, скажем так, звукоизоляции толщиной миллиметров 60-70. Что-то пенобетона было залить между оцинкованной вент-шахтой и гипсокартоном. И после того, когда мы освободили оцинкованную вент-шахту от всего окружения гипсокартон, пенобетон, и в результате демонтажных работ мы определили, что небольшую по размерам вентиляционную шахту логично и есть смысл спрятать в стену. Это стена, смежная с помещением ванной комнаты. Да, естественно, мы украли от кухни где-то 17 сантиметров, но зато мы избавились от большого куба, который находился как раз над зоной мойки. И в результате что получилось? Мы вырезали отверстие необходимого размера, сбоку вентиляционной шахты, вставили воздуховод сечением 60 на 110 миллиметров, с поворотом вверх шахты, чтобы направить поток воздуха вверх, и подготовили отверстие для будущей естественной вентиляции помещения. Здесь будет вент-решетка находиться. А в качестве звука и изоляции вентиляционной шахты мы использовали экстрадиционный материал толщиной 20 миллиметров. А вот в этом ролике показан обзор этой квартиры, то есть как это выглядело после застройщика. Раздельный санузел мы объединили в один и даже увеличили его по размерам где-то миллиметров на 80. Здесь будет находиться ванна длиной метр 80 и шириной 800 миллиметров. Вот такая ванна приобретена из 100% литьевого акрила. Переделали откосы, которые были выполнены из гипсокартона, причем из нескольких кусков и невлагостойкий гипсокартон. Ну и естественно откосы были кривые, косые. Откосы мы подготовили под окраску. Кстати, они выполнены тоже из гипсокартона, но уже влагостойкого. А гипсокартон мы завели за профиль окна, не нарушая гидроизоляционную ленту, которую использовал застройщик при монтаже оконной конструкции. Ну и попутно заменили подоконник, потому что родной подоконник держался, скажем так, абы как, и был поврежден. Что касательно стен. Прежде чем приступать к электромонтажным работам, все стены были выровнены гипсовой штукатуркой. Ушло где-то 460 килограмм штукатурки. После этого сделали штраба, установили подрозетники уже заподлицо с выровненной стеной. А перегородки, которые застройщик выполнил из гипсокартона, мы обшили вторым слоем гипсокартона. В указанном выше ролике я показывал, что выключатель освещения данной комнаты был расположен в коридоре почему-то. Ну, там все понятно, потому что рядом находится колонна, которую нельзя ни штрабить, ни тем более сверлить подрозетники в ней. Мы переделали дверной проем по эскизу заказчика с учетом расстановки мебели и установили в выключатель желаемое место для заказчика. С учетом того, что предполагается напольное покрытие в виде кварц-винила, причем единым ковром, мы сформировали все прямые углы и параллельность всех снежных стен. Касательно электромонтажных работ. Вся старая проводка полностью похоронена, то есть исключена. И по чертежам заказчика проложены новые кабели в необходимые места установки чистовых механизмов розеток и выключателей. Вот подготовлено место для установки квартирного щитка. Приобретена необходимая чистовая электрика и автоматы, дифавтоматы, реле напряжения и все проще для наполнения квартирного щитка. Чистовая электрика Шнайдер, а наполнение квартирного щитка продукция ИБИ. Вчера получал, точнее, принимал и проверял керамогранит для ванной комнаты, для лоджии. И что самое интересное, позиция заказная. Привезли палет, все там, стреп-лент, стрейч-ленты, все обмотаны. Начал я проверять три коробки, а в каждой коробке по три плитки. Просто на мелкие кусочки вся разбита. И теперь придется две недели ждать, когда привезут на замену разбитой плитки. Итак, я сегодня постарался вам показать один из промежуточных этапов ремонта и отделки данной двухкомнатной квартиры. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем здоровья. Подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм, ставьте лайки, дизлайки. Причем будете ставить дизлайк, нажимайте на иконку дизлайка дважды. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok